Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. О, мне кажется, что у меня депрессия, меня зовут Алина, мне 19. Началось все полтора месяца назад, я ждала своего молодого человека весь год из армии, и вот когда я могла служить буквально в месяц, я очень сильно начала переживать. Нервничать то ли от предвкушения, то ли от страха и неизвестности. В связи с этим, когда вечер, именно по вечерам в 18 часов, меня охватывала тревога, паника, непонятные мне приступы, сопровождающиеся тошнотой и тремором рук и ног. Плюс ко всему этому, меня метафобия, это усиливало еще больше мою тревогу. Так продолжалось пару дней, и нескольких своих родных и близких этим не делилось, чтобы они не переживали. После того, как молодой человек вернулся, все это прекратилось, но прошлая неделя после его возвращения, я заболела и начала лежать дома с температурой, и теперь еще три дня. Подряд у меня угнетерное состояние, вне зависимости, день или вечер за окном. Хотя, конечно, по вечерам я чистил себя более угнетерное, мне кажется, что моя жизнь неоднообразная, скучная, что нет смысла ни в чем, мне не интересно жить. Все это меня спасают от мыслей суицидальных, это лишь мысль о моей маме и моем парне, так я знаю, что моя смерть им будет тяжело пережить. Я живу сейчас ради них, я совсем не понимаю, откуда такое скользовалось это состояние, как избавиться от него. Хочу жить как раньше, я всегда была позитивной и жизнерадостной. Тут со мной впервые. Ну, в первую очередь, поскольку то, что вы описываете, вполне может быть чистой физиологией, кроме, конечно, вашей амидофобии, вот, то я бы рекомендовал обратиться к врачу для начала и проверить, нет ли у вас, соответственно, физиологических оснований для того, что вы болеете. Вот, вот, это первое. Второе. Значит, вот, по факту, вы, мне кажется, торопитесь ставить себе диагнозы, вот, по крайней мере, так это выглядит, потому что депрессия – это тяжелое, самое главное длительное заболевание, вот, которое диагностируется, опять-таки, врачом, в данном случае, вот, и, соответственно, назначается лечение. Не всякая депрессия, не всякое состояние, при котором вам, ну, не хочется жить, как вы говорите, и не всякое состояние, где вы чувствуете себя, например, побавленным, является депрессией. Вот. Это очень важно понимать, потому что, на мой взгляд, вот, вы здесь, ну, придумываете себе, вот, вот, в какой-то степени, болезнь, вот, и, у ваших, так скажем, симптомов, вот, у ваших, именно, именно, вот, симптомов, и проявлений, есть свои причины, вот, то есть, это, на мой взгляд, не просто, так случилось, что вы, вот, значит, чувствуете, амедофобию, да, и вот у вас такая тревога. Не так, не случайно, мне кажется, у вас и состояние, что вы живете ради кого-то, ну, вот, как вы говорите, что, что, сейчас я живу, там, только для, к примеру, своих, да, парня и, маму, например. На мой взгляд, это не случайно. Не случайно вы, ну, как бы, чувствуете, вот, в данном случае, что, живете ради них, вот, в целом вы, как будто бы, вот, склонны к тому, да, чтобы, себя подавлять, вот, в целом вы, как будто бы, склонны к тому, чтобы, себя обесценивать, как-то, и ставить на первое место, там, словно говоря, своих близких людей, ну, к примеру, когда, как бы, вот, то есть, вы, как-то, вот, склонны, к тому, чтобы, на мой взгляд, жить для кого-то, вот, и, соответственно, когда, когда, происходит, вот, такая история, что, человек, живет, для кого-то, когда, ну, возникает, такое, вот, можно сказать, что, ну, такой опыт, когда, появляется, лучший вот, то, происходит, как бы, тотальное игнорирование, себя, вот, происходит, такое, вот, тотальное, тотальное, по сути дела, игнорирование, своих, потребностей, своих, желаний, и, в общем и целом, это может порастать, как бы, то, что вы описываете, тревожность, вот, движение, неконтролируемое, и так далее, и так далее, потому что, вы сдерживаете, например, допустим, допустим, какое-то, ну, какое-то неудовольствие, например, какое-то неудовольствие, касающиеся, касающиеся, вот, как раз, ваших отношениях, допустим, с мамой, тоже, или с молодым человеком, и такая позиция, она, как-то, вот, вполне может быть, связана с тем, что, что вы считаете, что самое главное, это, вот, окружающие вас люди, ну, не выяснили, вот, как, да, но, при этом, при этом, при этом, вам, все равно, хочется, вам все равно хочется, какого-то внимания, к себе, все равно хочется, как-то заявить о себе, вот, это нормально, что вам хочется о себе заявить, но, если вы себе, обычно, этого не, не позволяете, то, единственный, способ, это сделать, по большому счету, это заболеет, вот, что, в принципе, мне кажется, довольно, довольно, успешно, вы, вы, и делаете, вот, ну, это, ни в коем случае, не обвинение вас, вот, вы поймите меня правильно, обращение вашего внимания на эти вещи, почему у вас проявление метафобии, потому что вы боитесь сказать кому-то, вот, вы боитесь, что кто-то, например, узнает, что, там, вам что-то не нравится, вот, в целом, это запрет на выражение, на проявление, того, что, вам, вот, как раз, ну, не нравится, грубо говоря, вот, понимаете, понимаете, вот, и история здесь, как мне кажется, главная история, она, как мне кажется, именно в этом, что слишком много, внимание, слишком, слишком много значения, вот, вы уделяете, людям вокруг вас, вот, это не значит ни в коем случае, что вам нужно, ну, меньше, кого-то любить, вот, ни в коем случае, ни в коем случае, ни в коем случае, но, это значит, что вам, имел бы смысл, больше подумать о себе, депрессивное состояние, потому что, как раз таки, вот, что, депрессивное состояние, вот, подчеркнуть, я вот, особо, хотел, хотел, хотел бы, подчеркнуть, не депрессия, а именно депрессивное состояние, возникает, 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 именно, вследствие того, что, человек, себя сдерживает, не позволяет, не позволяет, себе, ну, какие-то, проявления, вот, понимаете, да? поэтому, здесь, вот, максимально важно, ну, внимательным, внимательным, к, себе, вот, и, максимально, ну, максимально, так, так скажем, как бы прислушиваться к себе и учиться, не бояться, вот грубо говоря, выражать какие-то вещи, которые ну вам в той или иной степени важны, понимаете, да? А сейчас этого не надо говорить, что вообще-то как бы живу я сейчас как бы вот, там, ради вот своих близких как бы, вот. Это конечно здорово, что вы любите свою маму, это здорово, что вы любите своего молодого человека, вот. Но на мой взгляд, как бы все равно вам вот очень важно, по крайней мере, стараться, стремиться к тому, чтобы жить вот в том числе для себя, вот. И не бояться выражать людям, вот как бы, да, что-то вот, что вам, ну, что вам не очень нравится, например, и так далее. И таким образом, таким образом, как раз таки, уже вы получили возможность быть собой, и необходимость, надобность в ваших симптомах исчезнуть, вот вам они будут просто не нужны, вот. Вот. Ну, для этого, чтобы это стало возможным, чтобы это стало возможным, вам желательно увидеть, начать видеть свои интернет. Вот. Которых, пока что, на мой взгляд, по крайней мере, вы не видите, вот, и не имея своих интересов, вот, вы, как бы, не очень, не очень понимаете, а, собственно, зачем мне, как бы жить, да, то есть ради чего я живу. Вот. Что касается того, что, допустим, происходит вечером, именно, да, 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 ну вот именно, то есть это происходит в вечернее время, то, на мой взгляд, это связано с тем, что, ну, вечером, традиционно ослабляется контроль человека, надо, ну, с собой контролировать становится сложнее, то есть тяжелее, вот, и появляется, вот, собственно, то, что, что вас, вот, волнует, беспокоит и требуется, вот, я думаю, как-то так, вот. То есть то, что у вас депрессия, я бы не сказал, что у вас, что вы, значит, ну, испытываете сложности, вот, с теми аспектами, которые я описал, вот, это можно подкорректировать, но для этого желательно как минимум с вами поговорить, узнать лучше вашу историю жизни, вот, сейчас мы вашу историю жизни не знаем, вот, вы описали только в общих чертах, то, что вас беспокоит, это хорошо, но это, в данном случае является только лишь началом работы, вот, началом работы вашей, над собой, вот, к сожалению, то есть вам нужно пройти, так скажем, так скажем, определенный путь для того, чтобы, например, научиться себя оставить, например, чтобы, например, научиться относиться к себе, иначе, вот, относиться к себе, таким образом, несколько лучше, чем вы это делаете сейчас, вот, и, соответственно, вот, тогда ваша жизнь начнет меняться, и меняться, как мне кажется, только в лучшую сторону, вот, потому что, ну, понятно, что сейчас вам очень тяжело, это нормально, это понятно, вот, и, если вы, вот, там, привыкли, вот, в определенных условиях жить, вот, то вы можете, в принципе, не замечать даже некоторых аспектов, вот, где вы себя ущемляете, например, где вы себя управляете, например, вот, где вы действуете в себе лавре, вот, но психолог вам на это опять же может указать, вот, при условии, что вы сами хотите этим заниматься, вот, какая-то такая история, надеюсь, что вам это было полезно, интересно, а, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, вот, там, позволит вам начать работу над собой, вот, и что-то менять. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok